Здравствуйте! Это информационная программа «Республика» и я, Ольга Григорьева. Мы познакомим вас с событиями среды. Сегодня в Чувашию прибыл генеральный прокурор России Юрий Чайка. В аэропорту столицы республики его встречали глава Чувашии Михаил Игнатьев, заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, прокурор Чувашии Владимир Метелин и другие официальные лица. В программе рабочего визита Юрия Чайки оперативное совещание. Планируется обсудить, как совершенствовать прокурорский надзор за исполнением законодательства в жилищно-коммунальном хозяйстве. Проблемы в сфере ЖКХ на особым прокурорском контроле. Они множатся, как снежный ком. Только в ПФО за 9 месяцев года правоохранители выявили почти 50 тысяч нарушений. Присвоение бюджетных средств, некачественный ремонт домов, завышение коммунальных платежей – это далеко не полный перечень. На окружное совещание под руководством Юрия Чайки съехались все приволжские прокуроры и их заместители – руководители правоохранительных органов республики. Такому расширенному заседанию предшествовала целая серия региональных встреч. Об их итогах, принятых решениях расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Каждый год о проблемах в жилищно-коммунальной сфере говорят самых высоких трибун. Но все повторяется снова и снова. Меры, которые предпринимаются для их решения, оказываются неэффективными. Нагляднее всего это показывают результаты проверок. Только к административной ответственности в этом году удалось привлечь более 4 тысяч должностных лиц. Все проблемы в сфере ЖКХ сводятся к человеческому фактору. Нарушения допускаются даже при исполнении федеральных программ. Практически во всех регионах округа выявлено нарушение при производстве работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с привлечением средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Наибольшее распространение имеют нарушения, связанные с некачественным и несвоевременным ремонтом и завышением объема строительных работ. Одна из причин, порождающих неправомерное и неэффективное расходование денежных средств фонда и бюджетов различных уровней при производстве капитального ремонта многоквартирных домов, связана с отсутствием взыскательного контроля как на стадии производства, так и при приемке оконченных работ. В штатах же региональных жилищных инспекций и органов местного самоуправления зачастую отсутствует достаточное количество специалистов в области строительных технологий, способных выявлять недостатки, определять стоимость, цену, реальный объем ремонта. Ресурсы, которые выделяются на развитие системы ЖКХ, тратятся не всегда эффективно. Часто выявляются случаи незаконного прекращения подачи воды, газа и электричества. Причина этому – изношенность коммунальных сетей. В некоторых поселениях к их ремонту не приступали на протяжении 10 лет, а то и больше. Износ основных фондов предприятий составляет более 50%. В результате прокурорскими проверками выявляются многочисленные случаи незаконного прекращения подачи воды, тепла, электричества, в том числе по причине аварий и неудокторительного содержания жилищно-коммунальной инфраструктуры. Грешат не только руководители коммунальных предприятий, но и чиновники самых разных рангов. Для некоторых сфера ЖКХ – это неплохой способ наживы. С начала года по статье «Мошенничество» было возбуждено более 300 уголовных дел. В большинстве из них преобладают коррупционные схемы. Ущерб таких махинаций ценен в 850 миллионов рублей. Возрастает и количество организаций, объявивших себя банкротом. На территории округа 171 организации жилищно-коммунального комплекса находятся в различных процедурах банкротства и 74 в стадии ликвидации. Общий объем их задолженности за поставленные ресурсы составляет почти 1 миллиард рублей. Такое положение требует от нас дополнительных усилий, поскольку посягательство на вверенное имущество со стороны уже арбитражных управляющих также имеет место быть. Проверки проводятся часто, нарушения выявить удается. Но не всегда это оборачивается уголовными делами. Баланс между надзором в сфере ЖКХ и реальным приговором слишком явный. К примеру, в Мордовии ни одна из прокурорских проверок не обернулась судебным вердиктом. А судами рассмотрено всего 12 уголовных дел на территории прокурора, из тех, которые были возбуждены. Но говорить о сумме возмещенного ущерба, которая только по возбужденным уголовным делам превышает 200 миллионов рублей, хотя, очевидно, она значительно больше и не соответствует реальным понесенным затратам. Есть нарекания и к работе самих прокуроров. Порой к проверкам они подходят слишком лояльно. Прокурор Цивильского района Чувашской республики, выявив завышение стоимости произведенных работ по капитальному ремонту на сумму свыше 700 тысяч рублей, а также финансирование непредусмотренных законодательством работ на сумму более 1 миллиона, ограничилось направление материалов в орган предварительного расследования. Лишь в текущем году прокурор Пермского района, в Пермском крае, обратился в суд с заявлением о понуждении МОС Соколовское сельское поселение принять программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, несмотря на то, что, согласно требованиям закона, она должна была быть утверждена еще в 10-м году. В республике с начала этого года было выявлено около 200 нарушений в жилищно-коммунальной сфере. В первом полугодии в прокуратуру поступило более 15 тысяч обращений. Настоящий ажиотаж стоял и в дни работы Чувашской приемной Юрия Чайки. Прямо во время совещания представители четырех организаций принудили исправить свои недоработки. Жалоб в их адрес поступило множество. Прокурорский надзор при расследовании уголовных дел будет только усилен. Вопросы по исполнению законодательства своих подчиненных Юрий Чайка потребовал взять под личный контроль. Все виновные должны бояться штрафов и реальных уголовных сроков. Только тогда в сфере ЖКХ будет наведен порядок, подытожил генпрокурор. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. Погодные условия стали темой общения и генерального прокурора Юрия Чайки с Михаилом Игнатьевым. Юрий Чайка похвалил работу дорожных служб в столице. Он сказал, что улицы Чебоксар были качественно и своевременно очищены от снега и последствия вчерашнего снегопада незаметны. За прошедшие сутки в столице Республики толщина снежного покрова местами достигла 30-40 сантиметров. Для уборки были почти экстремальные условия, поскольку это тяжелый снег, насыщенный влагой. С восьми вечера на уборку дорог, тротуаров и остановок вышло 90 единиц спецтехники и более 40 дорожных рабочих только от предприятия Дорекс. За ночь были максимально убраны все магистрали города. Вывезено 4000 тонн снега, а на проезжую часть улиц и тротуары рассыпано около 1000 тонн песчано-соляной смеси. Движение автотранспорта на городских дорогах парализовано не было. 5 декабря на дневные работы по ликвидации последствий снегопада привлечены более 50 единиц техники и 92 дорожных рабочих. Отмечу, что протяженность городских дорог 187 километров, их площадь равна 2300 квадратным метрам. С начала следующего года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 13% и составит 5205 рублей в месяц. По оценке Министерства труда и социальной защиты, в апреле этого года численность работников, получающих зарплату до 5000 рублей, составила чуть более миллиона человек. Это порядка 2% от занятых в экономике. Половина из них – бюджетники. Проектом федерального бюджета установлена величина прожиточного минимума. На следующий год она составляет 6000 рублей. Вместе с тем, президент страны Владимир Путин подписал закон о потребительской корзине. Ее стоимость устанавливается раз в 5 лет. А с января, согласно документу, россиянину в год положено 126,5 килограммов хлеба и крупы, более 100 килограммов картофеля, 60 килограммов фруктов, 114 килограммов овощей, 58 мяса и 18,5 рыбы, 290 литров молока и 21 десяток яиц. 213 миллионов рублей из инвестиционного фонда будут направлены на строительство объездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в Новочебоксарске. Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Ранее 25 октября этого года решение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований для полигона ТБО в Новочебоксарске было одобрено на заседании правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющей общегосударственное, региональное и межрегиональное значение. По мнению заместителя министра регионального развития России Сергея Дарькина, посетившего Чувашево 20 сентября текущего года, полигон ТБО в Новочебоксарске достаточно эффективен и рентабелен. Единственное, надо дать толчок для дополнительного развития, чтобы его быстро построить, заметил тогда чиновник. Завершается год российской истории. Сегодня одна из знаменательных дат. 5 декабря – день начала контрнаступления советских войск под Москвой. В ходе оборонительного этапа московской битвы все резервы немецкого командования были исчерпаны. При этом советские войска сумели сохранить основные силы. Командующий немецкой 2-й танковой армией Хайнц Гудериан писал, наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными. Мы потерпели серьезное поражение, которое из-за упрямства Верховного командования привело к роковым последствиям. Ощутив перелом, советское командование отдало приказ на контрнаступление, в результате которого была ликвидирована непосредственная угроза столицы СССР – Москве. Кроме того, немецкое командование было временно лишено эффективных инструментов ведения войны – моторизованных корпусов, практически ликвидированных нашей армией. Продвижение советских войск привело к значительным потерям техники и снижению ударных возможностей немецких войск. На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецкой армии во Второй мировой войне. Развеян миф о ее непобедимости. Интересный факт. В могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду покоится прах неизвестного воина, участника битвы за Москву, перенесенной из братской могилы в Зеленограде. К другим новостям. Они помогают защищать права и законные интересы простого человека, решают проблемы, с которыми жители республики не могут справиться самостоятельно. Общественные приемные партии «Единая Россия» созданы в 26 районах республики. О том, как идет работа в Валиковском, Вурнарском и Канарском районах, узнала моя коллега Галина Титарчук. Сегодня она побывала на заседании комиссии регионального полицовета по обращениям граждан. Проблемы, с которыми люди обращаются практически во все общественные приемные, схожи. Обветшение жилищного фонда, износ инфраструктуры, плохая работа управляющих компаний. Многие вопросы разрешаются в ходе приема. Степень решаемости обращений в среднем 35%. По тому мониторингу, который мы ведем, по решенности вопросов в местных отделениях партии, они решаются, скажем так, лучше. Там процент положительно решенных вопросов где-то приблизительно 35%. У нас по линии региональный общественный приемный, это цифра на уровне 20%. Она так и держится приблизительно месяц в месяц, поскольку сюда, наверное, уже люди приходят, скажем так, с теми вопросами, которые имеют длинную историю. Но, несмотря ни на что, по всем обращениям принимаются конкретные меры, направляются запросы в органы исполнительной власти. В Чувашии работает 26 местных общественных приемных. И у многих свой опыт положительного решения. К примеру, Валикова, благодаря слаженной работе, дети из многодетной семьи устроены в детский сад. Оказано содействие в ремонте дорожного полотна после ливня в Шумшивашском сельском поселении. А в Новочебоксарске по обращению родителей детей-инвалидов удалось решить проблему по доставке ребят в Чуваксары к месту учебы. В первом квартале текущего 2013 года для Новочебоксарских детей-инвалидов, которые каждое утро ездят в Чуваксары для коррекции по проблемам, значит, это слабослышащие, слабовидящие ребятишки, республика выделяет автобус. То есть это прерогатива была республике. Всего в 4 общественные приемные в 2012 году поступило около 400 письменных и устных обращений. В настоящее время местные общественные приемные партии взяли под контроль тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Важно обеспечить прозрачность начислений, исключить факты злоупотребления со стороны нерадивых управляющих компаний. Аналогичные совещания пройдут и в остальных приемных. Положительный опыт будет анализироваться и в дальнейшем. Галина Титарчук, Константин Козлов, Республика. Чувашские самбисты снова в числе лучших. Два мировых золота на кубке по самбо среди студентов для российской сборной завоевали Николай Лапшин и Александр Бондарев. Ребята участвовали в тестовом мероприятии, которое прошло в столице 27-й Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани. Сегодня чемпионов чествовали в Минспорта Чувашия. В розыгрыше Кубка мира среди студентов принимали участие 202 спортсмена из 40 стран. Всего было разыграно 18 комплектов медалей. То, что наши ребята сумели завоевать два золота, стало неожиданностью и для противников, и для тренеров. В моем весе было 15 человек. Первую встречу провела с представителем Казахстана, выиграл болевым приемом. Вторая встреча была у меня с представителем Грузии. За выход финала я боролся с Армянином, а в финале с представителем второй сборной России. Александр Бондарев все четыре встречи окончил досрочно с помощью болевых приемов. Кстати, в финале Александр сразился с чемпионом Европы 2012 года Асланом Мудрановым. Эта схватка продолжалась всего 38 секунд. Конечно, объективно считали, что Мудрановый лидер. К тому же он выступал за команду Татарстана сейчас. И все, казалось бы, на его стороне. Если честно, с Сергеем Васильевичем обменивались мнениями так предварительно. Ну, так скажем, не в обиду Сашу, но, если честно, не думали, что все-таки удастся победить. В свою очередь Николай Лапшин стал победителем весовой категории до 57 килограмм. В решающем поединке он одержал победу над соперником из Казахстана, Серимом Мирмановым. Тренеры уверены, что эта внушительная победа поможет и дальше развивать самбо в республике. Тем более, что популярность среди молодежи растет с каждым годом. Сейчас в секциях самбо занимаются и девушки. И тоже показывают весьма неплохие результаты. Галина Титарчук, Константин Козлов, Республика. В ближайшие два дня в республике прогнозируется сильный гололед. После оттепели столичные тротуары превратились в каток. Тем самым может увеличиться количество уличных травм. Сотрудники МЧС просят жителей республики автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах. Погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с натруднениями в работе транспорта, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, увеличением количества пострадавших при ДТП на федеральных автотрассах и дорогах местного значения. Уважаемые автолюбители республики, просим вас строго соблюдать правила дорожного движения и не нарушать установленный скоростной режим. При движении по скользкой дороге будьте предельно внимательны. Гололед тормозной путь увеличивается в разы. В случае возникновения какого-либо происшествия, незамедлительно сообщите об этом в Единую службу спасения по телефону 01 или 112 с мобильного телефона. Календарная зима наступила недавно. Лед в этом году установился на водоемах поздно. Но рыбаки уже открыли для себя сезон зимней рыбалки. С наступлением календарной зимы у сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам становится много работы. И за первые дни декабря уже есть несчастные случаи. Моя коллега Данифа Тагирова сегодня вместе со спасателями побывала на берегу Волги. Лед опасен, особенно в начале зимы. Не устают повторять сотрудники МЧС. Толщина льда на Волге еще не позволяет выходить на реку. Минус на термометрах. Держится всего несколько дней. На воде лед не больше 5 сантиметров. Однако желающих рискнуть собственной жизнью немало. Лед на сегодняшний день не обеспечивает безопасность. И вот буквально вчера произошел несчастный случай с одним из рыбаков в Цивильском районе. Тоже по первому снегу, по первому льду решил выйти на рыбалку. И в итоге оказался в воде. Естественно, помощи не успел ни от кого дождаться и погиб. И в Канадском районе тоже произошел энергичный случай. По первому льду наши любители подледного вылова начинают выходить. И тоже произошел провал под лед. Сегодня поисково-спасательная служба проводит работу по поиску погибшего уже в Канадском районе. Подробнее о том, когда можно будет выходить на лед, чтобы покататься и на коньках, или наловить рыбы без несчастных случаев. И как себя вести в экстремальной ситуации. О правилах поведения на льду смотрите в программе «По существу» сразу после новостей на нашем канале. А я с вами прощаюсь. Будьте с республикой и не пропустите главное. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин